Уже был этнический отбор очень долго. Я не против там всяких межрасовых браков. Я против того, что мы утрачиваем вот этот вот золотой фонд. Ну, это как библиотека, в которой лежат вот эти книжки. А книжки, на самом деле, конструкции мозга этнически отработаны, эффективны для определенных целей. И мы можем брать из них, выдергивать странички и складывать. Но в будущем, когда будет возможность прижизненно оценивать человеческие способности, то есть серебральные сортия. И тогда мы будем создавать людей, тех, которые нам хочется. Но этот бесценный материал в результате совершенно, с моей точки зрения, идиотической идеи плавильного котла европейского... Ну, понятно, там европейцы, как всегда, перепугались. Они очень пугливые, очень недалекие. Решили устроить великий плавильный котел, всех перемешать. Ничего хорошего из этого не будет, потому что при имитисации, как известно, те же самые мозги приобретают наихудшие свойства из тех популяций, с которых произошло смешение. Это не я придумал. Это американцы еще во времена Гражданской войны это все производили, все эти измерения, все это хорошо известно.